Понимаете, вот хорошо, это такой народный вопрос, я по-народному постараюсь и ответить. Дело в том, что я не очень уверена, что обыватели, люди, которые не вовлечены во внешнеполитическую деятельность, знают, что вопросы в Европейском Союзе такие и обсуждаются, а уж тем более решения принимаются консенсусом. То есть тогда, когда все страны эти решения поддерживают, вне зависимости, богатая страна или бедная, нужен консенсус, нужно стопроцентное единство членов Европейского Союза по принятию и продлению, в частности, антироссийских санкций. Из этого делаем соответствующий вывод. Если, например, народ Болгарии, который мне задает эти вопросы, задаст такие же вопросы своему руководству, зачем поддерживаются антироссийские санкции, я думаю, что, возможно, многое может и сдвинуться. Но это вопрос не к нам. Мы эти санкции не принимали, нас никто о них не спрашивал, мы их ни с нашими партнерами, ни с кем-либо еще не обсуждаем. Это было решение Европейского Союза, принятое консенсусом с участием различных стран. От позиций каждой страны многое что зависит. Вот так вот бы я ответила на этот народный вопрос. Добрый день, корейская телерадиовещательная компания. У нас в связи с обстановкой на корейском полуострове два вопроса. Первый вопрос. Мы видим, что в данный момент ситуация продолжает ухудшаться. Южная Корея совместно со штатами проводит военные учения. Также, согласно плану, идет размещение системы ТХАТ. И Северная Корея очень резко выступает по поводу этих двух действий. Какова позиция России на данный момент? И еще один вопрос. Сейчас Рекс Тилерсон находится с визитом в азиатских странах. Вчера он посетил Японию и в ходе пресс-конференции заявил о том, что последние 20 лет подход к северокорейской проблеме был неправильный. И ввиду увеличивающейся угрозы нужен новый подход. Россия, как член шестисторонних переговоров, считает ли, что нужно какие-то новые механизмы запускать или искать новые подходы, или нужно возрождать старые? Спасибо. Я просто, честно говоря, уже боюсь это комментировать. Если я скажу, что мы много лет говорили о том, что подход американцев и Вашингтона к северокорейской проблеме неправильный, как бы господина Тилерсон опять же в чем-нибудь в Штатах не обвинили. Ну, конечно, показателем того, что подход, в частности, Вашингтона, не отличался такой, наверное, глубиной, доказательством этого является то, что, к сожалению, ситуация, как Вы же сами и сказали, в этом регионе только усугубляется в плане напряженности, в частности. Мы очень откровенно говорили об этом с различными американскими представителями, в частности, дипломатическими, дипломатами всех уровней, министрами иностранных дел, я имею в виду госсекретарей, спецпредставители по непосредственно этому направлению, и в международных структурах. Также Вы можете почитать заявления наших представителей в Организации объединенных наций, которые говорили о нашем подходе. Причем я призываю Вас посмотреть нашу позицию в ретроспективе, не просто годичной давности, двухгодичной давности, посмотрите, десятилетней давности. Это целостный, комплексный подход и понимание того, как нужно действовать в этом регионе. Поэтому мы за активизацию международных усилий на международно-правовой основе с целью снижения напряженности в русле имеющихся договоренностей. И еще раз говорю о том, что эту нашу позицию мы доводили не только до американских партнеров, но и до всех заинтересованных государств. Она открыта и последовательная. Что касается Вашего первого вопроса, относительно того, что напряженность в... Мне кажется, я частично уже ответила. Мы, конечно, негативно относимся к росту нестабильности и напряженности в регионе. И опять же, это укладывается в нашу традиционную и последовательную позицию. Она очень четко излагалась. Она касается и элементов стабильности, и отношений между странами в регионах, и то, что они должны решаться на международно-правовой основе в русле двусторонних договоренностей. Так, есть еще вопросы? Да, пожалуйста. В США... Евгений Питанов, Женом Международная жизнь. В США заявили о намерении выйти из Совета по правам человека. В США в связи с тем, что есть регулярные нарушения прав человека в Китае, Саудовской Аравии и Египте, по словам Рекса Тилюсона тоже. Вот как по Вашему мнению, Мария Владимировна, как это подразится на других участниках и на структуре в целом? Вы знаете, сложно комментировать отдельные такие пассажи. Мы бы хотели посмотреть вообще в принципе на целостную американскую обновленную, если она будет обновлена, или какую-то концепцию внешней политики, для того, чтобы ее оценить, понять направление движения. Потому что сейчас пока мы видим отдельные ее элементы, но исходим из того, что, ну, по крайней мере, у нас в стране есть такой документ, как концепция внешней политики, исходя из которой все понимают наши приоритеты, те вопросы, которые для нас являются наиболее важными, те отношения, которые мы ставим во главу глаз с определенными странами, регионами, в силу различных исторических и других причин. Вот, честно говоря, хотелось бы увидеть этот такой же обобщенный, возможно, обновленный, не знаю, как там будет в Соединенных Штатах обновленный, но, по крайней мере, какой-то целостный подход Вашингтона к своей внешней политике. Такую, знаете, ну, мировую заявку, которую бы проливало на свет, как будет выстраиваться внешняя политика этой крупнейшей страны на международной арене. И тогда нам будет просто легче давать оценку тем или иным шагам. Вот пока я могу так сказать, потому что конкретно отвечать на такую отдельную реплику очень сложно. Было ли это сказано о таком шаге, как о решенном, как уже о решении, которое принято, или это в большей степени намерение, которое связано с какими-то причинами, да, если будут причины устранены или если будет какой-то там новый выработан подход, тогда последуют какие-то иные шаги и действия. Пока это сложно сказать. Поэтому будем находиться в контактах с американскими коллегами, в том числе для прояснения этого вопроса. Спасибо. А можно еще один вопрос? Вот к России в последнее время часто обращаются многие страны Ближнего Востока за помощью. Вы положительно отнеслись к просьбе Афганистана о восстановлении объектов. Недавно Ливийский парламент обратился с просьбой о помощи в обучении военных к Российской Федерации. Как вы можете оценить возможность такой помощи в связи с ситуацией? Ну, это речь, конечно, которая, в смысле, этот вопрос, конечно, он адресован не только должен быть к МИДу, это вопрос всегда межведомственного согласования подобных вопросов. Поэтому мы сейчас взаимодействуем, как вы знаете, с различными политическими силами в Ливии для, так сказать, содействия урегулирования ситуации в этой стране. Если будут какие-то конкретные обращения, то, конечно, они будут рассмотрены. Но еще раз говорю, подобные вопросы требуют межведомственного согласования в нашей стране. Да, пожалуйста. Прошла информация, достаточно неожиданная, что в нашу страну едет Ангела Меркель, которую раньше никакими калачами к нам не удавалось заманить. Вы не могли бы сказать, что произошло, в связи с чем связан такой внезапный визит? Вы знаете, я видела, что эту ситуацию и эту тему прокомментировали уже в администрации президента, поэтому, учитывая субординацию и разделение функциональных обязанностей, я бы не хотела вдаваться в детали. Но мне кажется, этот вопрос, я тоже видела ряд публикаций на эту тему, где действительно говорилось о некой внезапности этого визита, о том, что даже какие-то делались увязки этого визита с другими мероприятиями. Мне кажется, что нужно было бы правильным обратиться непосредственно к германской стороне для того, чтобы прояснить этот вопрос, спросить, когда, в какие сроки, в каком формате согласовывался этот визит, и, в частности, когда принималось о нем решение в самой Германии. Это будет, мне кажется, небесполезным и небезинтересным, учитывая такое внимание СМИ к предстоящему мероприятию. Да, пожалуйста. Здравствуйте, японская газета Юмиури. В ближайшие субботы, 18 марта, должны состояться первые официальные переговоры по вопросу о совместной экономической деятельности на Южных Курилах на уровне заместителей глав МИД России и Японии. Также ранее сообщалось о том, что скоро должен состояться визит премьер-министра Японии Абе в Россию в конце апреля. И говорилось о том, что ведется работа по линии ведомств по поводу согласования даты. Есть ли какая-то информация, когда может состояться этот визит конкретно, и где, в России или в Санкт-Петербурге? Еще раз повторяю, что вопрос проведения саммитов на территории Российской Федерации либо участия президента России в зарубежных мероприятиях комментируется администрацией президента Российской Федерации. У нас есть четкое разделение в данном вопросе, поэтому его нужно адресовать именно в пресс-службу президента России. Если больше вопросов... Ай, да, пожалуйста, вижу. Да, эстонское телевидение. Я хотел спросить по поводу... Ну вот то, что касается астанинского процесса... Вы до КВН смотрите? Честно говоря, нет, меня та же. Но это не связано никак с политикой, это чисто вкусовщина. Вот она, где угроза проявилась. Да, вы меня сразили. Я хотел спросить, вы все подробно рассказали, объяснили про астанинский процесс, который оппозиция сирийская проигнорировала, но в Женеву она, безусловно, явится. Я хочу спросить теперь, на фоне вот этой... Вы столь риски в своих суждениях относительно того, явится она в Женеву или не явится, этот вопрос надо задавать кому? Господин Демистури. Он занимается организацией этих встреч и может вам сказать, все рассказать относительно того, кого приглашали, кто подтвердил свое участие, кто проигнорировал и так далее. Поэтому я не думаю, что вы по этому вопросу узнаете больше, чем спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии. Спасибо. 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 Спасибо.